записи но он сделал а сейчас почему звука не было это мы снимали вот так ну ладно у нас деревья пилили и мы все засняли я поставлю два ролика и не ужат и закачай потом я их соединишь сейчас я по поводу соединение его дайте мне еще это включить я сейчас смотрю там закачалось я там закачиваю вам программу я научу чтобы быстро устанавливать это самое ролики то есть они будут такие вот будем ужимать но они будут в хорошем качестве уже это не годится они у меня по 8 по 10 часов каждый ролик будет быстро закачивать объем уменьшится качество останется объем объем будет меньше там раз в пять а качество будет такое же не знаю я знаю что когда я ужимаю качество ухудшается и тут просто у вас программа такая несовершенна я поставлю программа будет такая совершенно и будет ужимать без потери качества а вот интересно вчера отец на ум был и у него как какая видимость у него и наше то тут уж сравнивать не ищем и на текст это от интернета зависит а возможно интернет плохой у них был поэтому и плохо но у нас это куда лучше это от камеры не зависит а у нас конечно а я думаю от глазка это зависит ну от глазка естественно у него глазок хороший там просто интернет видимо плохой у вас глазок у вас лучше всех отлично просто смотрится я говорить-то буду помешаю наверно да нет я хотел спросить еще раз гавриил разговаривал что там у гавриила по квартире не съехали ничего что предусматривается сергей себе мог бы пустить но это далековато ему кажется где работает у него еще требования такие дальше ну и то понятно если он до 11 работает а я живу сейчас нам секторе и за стенкой у меня жена живет там одна комната они могли бы вообще нужно только переночевать и уходите я всю жизнь с 11 лет по квартирам то я знаю как это но у него другое видимо работа или счета там я не знаю но я вам говорю ты пока соглашайся на меньше а дальше будет видно пока ничего у него нету вы затребовали с 10 тысяч сразу двадцать одну ну ясно дело у меня пенсия пять тысяч к бы и на квартире жил ясно что я бомж а вот я все удивляюсь вот сергей я тебе мешаю наверно не не мешает вот как господь делает то все люди стараются там где-то как-то что-то достать я ничего этого не умею не знаю и все время бог все дает еще совсем недавно допустим года два назад у меня в городе был пола квартира где жил жил прямо от храма через три дома это у меня жена надежда васильна она был с бабками то возится ну и статья года то у нас был один храмов сельских местностей не было только в барнауле пахровский собор то но бабки то приедут побудут а потом мыкаются ночевать то негде на вокзалы идут и а я то работал у меня я работе был неукротимый просто я же говорю у меня все время двести восемьдесят триста процентов работа пищи делать полы переселать дачи людям строил ну и деньги то у меня были я решил маленько тормознуть деньгами то и купил большую комнату прямо около храма частный домик деревянный хороший и там бабки и она с ними ну еще пришлось матрасов 30 купить они на полу на кроватях я как-то один раз заглянул туда а бабки бежит собой хозяин хозяин пришел шепчется но ясно дело что молились на не один едва и молились от всего сердца она им там на саночка где-то дровать это уголь привезет ухаживает за ними бабки и в ней души не чают это уж господь так дал то но вот коснулась что строить стали храмы и заезжих и стало в каждом селе храм построили а у меня же квартира а вот эти вот я живу это вот до слова божия нет уст там говорится что я осудился 11 лет что у меня издели панатеку то и выиграл процесс оплатить городской администрации и и сделали ответственной и вот эти два домика то мне отдали потом было здание асход спасения на водах в нем у нас храм а тот у меня остался остался его сожгли он остался там прописанное его надо убрать покупатель находится что на том месте построить большое здание но я заранее я тут тайны никакой не делаю тут молодые женились и залезли в ипотеку там а то берега ты знаешь что больше всего в тебе вредит ипотека и кредит вот они влезли в это дело я им сказал если надежда васильна там ходит кто-то покупает был бы я один сразу бы сделано там пять хозяев два этажа и поэтому никак не согласуется я согласен на все они нет я им сказал если дом будет продан вот это вот квартира это полностью вам идут деньги какие есть там еще на пятерых поделят она сожженная была покупает она хлам квартира ну шестизначная цифра это что-то значит вот я деньги даже не прикоснулся к ним но у меня квартиру которые давали на работе борща типа и теперь бы на кисло ну стои рассчитались отдал это вот а теперь там вторая строительная на всех книгах у меня адреса и и но квартиру пока не дают если бы далее я говорил сказал я тебе его благословлю эту квартиру вот понимаешь живу в городе идет как откуда с неба бог дает это дело и вот это вот сейчас у меня здесь два в одном храм там уже ясно что жить нельзя а вот где живу здесь парня у нас можно ищевать жена там или вместе там другой комнате как хотите то есть у меня есть куда принять но самое главное я недавно заметил пришли и ходатайствовать за сотника господи он нам то есть сказать хороший сотник доброе дело сделал синагогу нам построил то так я 7 синагог построил потерявки молятся когда бачки нету лагеря у нас в двух местах еще сделал там по дешевке выезжал один а купил дом обложили кирпичом саманны был большую пристройку сделали пришлось лес купить мы приходят они молятся там занимаются вот и здесь молились когда молились вот это не никитина где дом сгорел сейчас опять молятся у меня и люди говорят ой он специально этот дом не переводит на баланс церкви чтобы руководить ими это контроль сознанием на какой баланс какой церкви никому никому не подчиняемся и переводить некуда сейчас на это мой дом это я в интернете вижу даже трёпом нельзя назвать я сразу подписал вот это у меня все конечно я никогда родственникам не подписываю они все работяги все имеют а вот володя это подписано но еще два человека тут два дома для того чтобы было от виктор который с нами ездит я один тут юрист наблюдать за этим но я его тоже вниз сюда а а когда будете продавать там уж меня не будет это так я все время говорю старые люди то дома имеете ваши сыновья дети все имеют подпишите молодым то и против меня то тут выступал когда монах то написал контроль сознанием то лапкин всех побуждает подписать но правда говорит никто этому совету не последовал кроме его самого я все подписал я живу свободный и у меня чувства нету что я хозяин ну я наблюдать то обязан крышу там на еще перекрыли да батюшка все из десяти железом цин и увидишь сегодня мы эти ролики то ставим люди тут как как у нас два их надо будет садить вместе до чего удивительно я сейчас подумал когда только ролики ты выстоишь это соединишь поможешь я поставлю за общая оба тогда я укажу на них и администрацию центрального района где мы находимся поблагодарю и зеленхоз который пилит я фотографии много сделал то а то все ходят они тоже люди тоже хочется узнать получить благодарность ну думаю на бланке напишем с печатью поблагодарить за хорошее руководство что откликнулись на просьбу что наши бабы деревом не завалило я обязательно сделаю в германии то нас полиция когда арестовала где-то мы нарушили а потом по-хорошему отпустили так я их разузнал где они мы с ними сфотографировались и я туда варфург это около зоны бэрго то фотографии послал благодарность на немецкий язык перевели ким-то тоже живые люди приятно будет посмотреть какие молодцы полиция конечно по наркотикам вроде бы мы допустили какую-то ошибку какую я даже мы так и не поняли что ночью то ли скорость нет не скоро что-то такое но они нам помогли показали куда ехать а в этом были в дагестане там как нам навстречу пошли от магазин когда открылся они нас продуктами все мы бесплатно узнали что вы благовестники я тоже все сфотографировал на видео не снят окажется им фотографии грамоту выписали послали я понимаю а жизнь а то говорят власти никакой нету сейчас анархия то другое анархия бывает тогда когда железные дороги зарастут травой вот она такая грамотная мне начало тут кандидат приехала и я вышел на проспекту называется раньше назывался московский а теперь ленина я говорю лишь автобусы идут какой маршрут там 5 1 а кто их послал ну не знаю как городская администрация распределяет по какому маршруту идти дальше показываю еще что-то видишь вот работа там чест рядом работает какая же анархия то я вот написал про дерево дерево наклонилась пожалуйста приехала комиссия посмотрели в два раза нам письмо пришло что это мы взяли сообщили а теперь приехали то есть они это не по не епархии и пархи никогда не отвечает и не видит на сто обращений ни одного ответа здесь я сделал запрос один уже два ответа пришло и все это убирает сегодня убирают даже сравнить не приходится почему не поблагодарить люди благодарили этого сотника который синагогу одну построил то у меня своя синагога синагога это школа переводится они синагога то не упоминается нигде только после вавилонского пленения значит плен пошел на пользу стали учить народ вот а володя сейчас там они распилили и он все это возит щурки эти я сейчас пойду еще сниму его третий ролик сделаю во 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 три будет и он их привозят сюда потом мы тут допилим их на щурки то и он колет он специалист колоть и будет колоть у нас опять маленько дровишек будет володя сейчас там упирается я сейчас пойду к нему вспомнил то надо пойти володя забежал сейчас вызву надо опору ложить а у нас принято чтобы не меньше семи раз на молитву этот 100 поклонов и три святое мигом раз стали на молитву успокоились помолились поблагодарили за администрацию помолились за путина за патриарха за всех это наша обязанность а эти высшие я им говорю вот мы книги развозили и у нас благодарность есть не говорю откуда там от лукашенко от кадырова как от кадырова еще еще лучше то рамзана кадырова ну считают там разбойником каким-то он герой россии какой он разбойник был он там где он сейчас порядок навел да главное не ожидал даже мужики которые пилят они меня за рамзана кадырова упрекнули но я заступился рамзан так адыров не зла никакого не делал мы два раза в чечне были и живые вернулись и ответил очень хорошо письме еще бы я зря дулся куда не надо так прости меня не понял еще расскажи-ка я говорю больше злых злой информации больше истинно так а людям приятно даже посмотрите как пилят люди не каждый же это видел у нас как-то игорь сфотографировал там как корова телится симка 10 как копыта появляется как он веревочкой привязывает помогает тянет дальше голова теленок наконец на земле корова как его лежит так мне столько отзывов было первый раз вижу как как появлялся то ну да и он любой живой организм как-то появляется и ты не знаешь что на пользу пойдет ты поблагодари бога я считаю день сегодня довольно хороший сейчас я побегу володю снимать это правильно как он там упирается ну я вы на долгу уходите я хотел вам программу поставить вот так я еще я нужен нет ну не нужен я пока вы вы на долгу пойдете он недалеко я уйду я не надолго там минут на двадцать а ну идите на охота снять и тогда три ролика который уже два то у нас есть ты их соединишь чтобы видно было я их вот хочу сейчас соединить у вас на глазах прям соединить чтобы вы видели как делается давай а тут с экрана то надо убрать ничего не видно мне надо такая программа от которой как у меня было по ужатию я откнул туда кинул и все на ужала вот я вас научу я сделаю такое видео для вас специальный такой урок как легко там научиться там сложного ничего нету и будут ролики все будут ролики качественные очень вот да с володей желаю чтобы он на камеру снял да на тихо на сколько или это уже а я не знаю вот она какая красота ну и чё она так не хочет летать никак она не может у нее суставы в крыльях уже стали вредить все вот она и но я вчера водил возил на во двор и когда все ели она с ними побыла вместе а иногда мужа к ней приношу привожу приношу ну да или надо хоть выносить на улицу они поцелуются долго и даже сняли у нас ролик то это 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 подожди маленький и надо на свое место она решение не любят где какие у нее на бровне кито какие красивые к козырек то какой подожди 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 да я щас его сниму и он придет я сниму его маленько да 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 а да да Продолжение следует... 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 А как ты мог не понять? Тогда надо специально писать книги, расшифровывать. Библию знайте. И по нему свой сноп поставим. Она начинает проверять, кандидат наук там. И говорит, а к чему это пишется, сноп? Жизнь Иосифа Прекрасного. Когда он видел во сне, что снопы ему поклонились. И по отвесу мы должны выправить это все. Они не понимают. Я должен еще пояснение курсивом давать. Они не доросли и не дорастут никогда. Они могут только хулить и плевать. А меня это не касается. Я скоро по скайпу займу первое место. А почему? Помощников Бог дал. У меня дядя всегда говорил, сам-то я никто. Но какие у меня друзья? Они страдают из-за меня. Их долбят, мучают, поносят. А они так и прилепятся и не отходят. Старые ролики, да, старые. Там есть, что посмотреть. Есть. Не качественно, но видно, где голова, где ноги. Там есть, что посмотреть, но люди не находят их. Их надо делать максимально открытыми. Ну, пожалуйста, делайте. Я этого сделать не могу. Я говорю, я не могу. Я вчера начал просматривать. Там есть ролики по 30-им роликам по 2-3 года. А там 30 просмотров, 40 просмотров. А потому что люди не находят их. Я не знаю, как находить надо, и где поисковик есть. Я не знаю. Вот у нас сейчас на форуме первые три сточки музолят, и все. А их 1600 тем уже. И здесь точно 1600 роликов. Первые пять смотрят, а дальше нет. Я как могу сказать? Замусолили, как адвентисты, седьмую главу Даниила. Или старая бряца канона об едино умершем. Да еще слюнявят, да воском закапают. Ну что, дорогой мой. Мне вот что интересует. Скайп, который самозаписывающийся, без звука опять пошло. Это один вопрос. И второе, перезагрузку компьютер не дает. Вообще не дает. Да ладно, можно... Да, если файл был один, не включенный файл, поэтому он не дал. Ну вот когда... Я сейчас вот думаю выключать. Я нормальный, который с чем включается, могу и выключить. Но когда я на перезагрузку, а она показывает, что электричество находится на процессоре, а выключить нельзя, только той кнопкой. И экран весь под завязку черный, негде перепуска нету. Ну ненормально. Ну сделайте мне. Пусть меня научат. Вот я сейчас записываю. Сейчас посмотрим, есть звук или нету. Да. Нам зачем работать? Зачем нам изобретать что-то? Я не знаю, насколько верно говорят. Японцы смотрели какую-то выставку достижения в автостроительстве. Машины, которые переламываются и через бревно перелазить могут. По болоту идут. А японцы смотрели, смотрели, говорят, до чего же русские умные. Всякие машины придумали, чтобы только дороги не делать. А мы сейчас Гаврилу сможем позвонить? Я не звоню. У меня с ним связи нет. Я вижу, что он опасается и поэтому я... Он не опасается, ему просто некогда ему. Я еще могу сказать. Опасается и некогда. Уже два условия. Что опасается, это на первом месте. Он мне это сам сказал. Был в собрании, когда я счествовал всех, кто принимал участие по созданию сайта и форума. Ну и он там был. Ну я его поздравил, помог. А потом он говорит, а если кто-то увидит теперь, да что они со мной сделают? Я говорю, да какое твое мнение-то о них-то? Хуже, чем о волках лютых. Да такое мнение иметь, я бы даже близко к ним не подошел. А они могут и жену мою выгнать, они могут меня... Зачем мне знать это с ними-то? Я буду работать. Знаете, сейчас я выключу вас и позвоню Гавриилу. Сейчас вместе тогда. Сейчас, секунду. А нас еще надо-то, я не понял.